В Полевском после капитального ремонта, скромно, без помпы, хотя и с алой ленточкой, на которой экономить не стали, открылась детская поликлиника на улице Ленина с преображенным до неузнаваемости первым этажом педиатрической службы, где больше не будет очередей в регистратуру, за талончиками, а также прочей бумажной волокиты. Мы очень довольны, сделали очень классный ремонт, комфортные условия для наших пациентов. Маленьких пациентов и их родителей на входе ожидает открытая регистратура с одним дежурным администратором, который оперативно направит посетителей в нужный кабинет к узкому специалисту. Хотя и без того. На первом этаже поликлиники установлены информаты и электронные табло, проще говоря, цифровой путеводитель по зданию, который теперь трудится в бережливом формате, то есть бережет и время, и нервы посетителей. И все эти преобразования профинансированы в рамках региональной программы модернизации первичного звена медицины, утвержденной губернатором Евгением Куйвышевым в контексте национального проекта здравоохранения. 4,8 миллиона было предоставлено и освоено главным врачом и организацией финансовых средств. Были закуплены и информаты, и электронное табло, и сделано колясочное, и уголки для игровых зон, уголок для кормления детей. Это все новые такие технологии, которые внедряются во многих поликлиниках. Впрочем, и в бережливом формате после перепланировки первого этажа в детской поликлинике появилось дополнительное пространство, позволяющее разделить потоки юных пациентов. Для тех, кто с простудой, отдельный вход с полноценным отделением неотложной помощи. Увеличилось количество площадей, если вы были и увидели, когда это все начиналось, когда здесь не было пола, здесь земляной был пол, не было потолков, и все это, можно сказать, восстановили с нуля, поэтому площади стали больше, появились кабинеты неотложной помощи с отдельным входом. Поэтому я думаю, что для пациентов это не только комфортное пребывание в поликлинике, но и получение качественной медицинской помощи. В составе поликлиники Полевского три отделения и восемь педиатрических участков. На попечении участковых врачей более 9 тысяч детей, а узкие специалисты за год принимают 16 тысяч маленьких пациентов. По словам главы Полевского округа Константина Поспелова, медицинские кадры узкого профиля – это отдельная история, но и она имеет свое решение. Даже другие города не могут похвастаться, и в Полевском работают узкие специалисты. Это все есть, и никуда для этого ездить не надо. Но мы подстраиваемся под те обстоятельства, которые есть. Я думаю, что, наверное, наладив материально-техническую базу, наверное, и, может быть, как-то будет решаться эволюционный и вопрос кадровый. Продолжение следует...